Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Ну и сегодня мы продолжаем главу 31 и, надеюсь, сегодня мы ее закончим. И продолжаем ее с подглавы, точнее, начинается новая подглава в этой главе, которая называется «Размещение комментариев». Итак, приступим. Хорошо оформленные комментарии могут значительно улучшить читаемость программы. Плохо, сильно ей повредить. Делайте в комментарии такой же отступ, как и в соответствующем ему коде. Визуальные отступы вносят важный вклад в понимание логической структуры программы. И хорошие комментарии не мешают визуальному выравниванию. Например, что можно сказать о логической структуре метода, который вы видите на экране. В этом примере вам не удастся сходу разобраться в логической структуре кода, так как комментарии полностью скрывают его визуальный формат. Вероятно, тяжело поверить, что кто-то в здравом уме решит использовать такой стиль отступов. Но я неоднократно встречал его в профессиональных программах и знаю минимум один учебник, рекомендующий его. А теперь посмотрите на этот код. Этот код абсолютно идентичен предыдущему примеру, за исключением отступов в комментариях. Логическая структура этого кода более прозрачна. В ходе одного исследования эффективности комментариев выяснилось, что их применение не всегда является абсолютным достоинством. Автор объяснил это тем, что они нарушают процесс визуального просмотра программы. Из этих примеров становится понятно, что стиль комментариев очень сильно влияет на их разрушающую способность. Отделяйте каждый комментарий хотя бы одной пустой строкой. Наиболее эффективный способ беглого просмотра программы – прочитать комментарии, не читая при этом код. Выделение комментариев с помощью пустых строк помогает читателю просматривать код. Ну и что вы сейчас видите? В этом примере, как вы видите, есть один комментарий, дальше пустая строка, дальше комментарий второй и так далее. Некоторые добавляют пустую строку и до, и после комментария. Две пустые строки занимают больше экранного пространства, но кто-то считает, что так код выглядит лучше, чем с одной строкой. Ну и этот пример вы сейчас тоже видите на экране. За исключением случаев, когда экранное пространство ограничено, это числоэстетический вопрос, и вы можете решать его по своему усмотрению. В этой, как и во многих других ситуациях, сам факт наличия соглашения гораздо важнее конкретных деталей этого соглашения. Размещение методов Методы состоят из отдельных операторов, данных, управляющих структур, комментариев, всех тех элементов, которые обсуждались в остальных частях этой главы. В данном разделе рассмотрены принципы форматирования, относящиеся исключительно к методам. Используйте пустые строки для разделения составных частей метода. Оставьте пустые строки между заголовком метода, объявлениями данных и именованных констант, если они есть, и телом метода. Используйте стандартный отступ для аргументов метода. Для форматирования заголовка метода можно задействовать те же, что и раньше, варианты форматирования. Отсутствие определенного форматирования, форматирование в конце строки или стандартные размеры отступов. Как и в большинстве других случаев, стандартные отступы становятся наилучшим решением с точки зрения аккуратности, единообразия, удобства для чтения и исправления. Этот пример содержит два примера заголовков методов без определенного форматирования. Эти заголовки методов исключительно утилитарны. Компьютер может их прочитать, как, впрочем, он может прочитать и любой другой формат заголовков. Однако у людей они вызовут затруднения. Нужно очень постараться, чтобы придумать еще более нечитаемый вариант. В качестве другого подхода к форматированию заголовка метода, можно предложить форматирование в конце строки, обычно выглядящие неплохо. В этом примере приведены те же заголовки, но отформатированные по-другому. Этот подход аккуратен и эстетически привлекателен. Его проблема в том, что он требует больших усилий при сопровождении, а сложные в сопровождении стили в результате вовсе не сопровождаются. Допустим, имя функции ReadEmployeeData изменится на ReadNewEmployeeData. Это нарушит выравнивание первой строки относительно остальных четырех строк. Вам придется первоформатировать четыре строки списка параметров, выравнивая их относительно новой позиции. MaxEmployees, вызванной более длинным именем функции. Вам может даже не хватить места с правой стороны экрана, поскольку элементы и так уже далеко сдвинуты вправо. А вот пример, в котором используется форматирование с применением стандартных отступов. Эти примеры выглядят также эстетически привлекательно, но их сопровождение требует гораздо меньше усилий. Такой стиль лучше выдерживает модификации. Изменение имени метода не влияет на остальные параметры. При добавлении и удалении параметров необходимо изменить только одну строку, плюс-минус запятую в предыдущей. Визуальные сигналы аналогичны схемам отступов, применяемых в циклах или операторах if. Поиск значимой информации о методе не требует просмотра разных частей страницы. Всегда известно, где будет находиться эта информация. Этот стиль можно использовать и в Visual Basic, хотя при этом потребуются символы продолжения строки. Форматирование класса. В этом разделе рассказано об основных принципах размещения кода в классах. В первом подразделе вы узнаете, как отформатировать интерфейс класса. Во втором, как оформлять реализацию класса. А в последнем, мы обсудим организацию файлов и программ. Форматирование интерфейсов классов. Соглашение о размещении интерфейсов классов предусматривает перечисление членов классов в следующем порядке. Первое. Шапка с комментарием, содержащая описание класса и любые примечания, касающиеся общих вопросов его использования. Второй пункт в порядке. Конструкторы и деструкторы. Третье. Открытые методы. Четвертое. Защищенные методы. Пятое. Закрытые методы и члены данные. Форматирование реализаций классов. Реализации классов в общем случае могут размещаться в следующем порядке. Первое. Шапка с комментарием, описывающая содержимое файла с классом. Второе. Данные класса. Третье. Открытые методы. Четвертое. Защищенные методы. И пятое. Закрытые методы. Если файл содержит более одного класса, четко определяйте границы каждого класса. Взаимосвязанные методы должны быть сгруппированы в классы. Читатель, просматривающий код, должен иметь возможность легко определить, где какой класс. Четко выделяйте каждый класс с помощью нескольких пустых строк между концом одного и началом следующего класса. Класс это как глава в книге. В книге вы начинаете каждую главу с новой страницы и выделяете ее заголовок крупным шрифтом. Подчеркивайте начало каждого класса подобным образом. И вот пример форматирования разделения между классами на C++. Но советую нажать вам на паузу и просмотреть его внимательно, так как шрифт будет, точнее размер этого всего добра не такой уж и большой. Избегайте излишне заметных комментариев в классах. Если вы выделяете каждый метод, комментируя его с помощью ряда звездочек, а не просто используя пустые строки, у вас могут быть трудности с эффективным выделением начала нового класса. В этом примере столь многое выделено звездочками, что в результате ни на чем нельзя сделать акцент. Программа превращается в звездное небо. И хотя это больше эстетический, а не технический вопрос, но в форматировании действует принцип, чем меньше, тем лучше. Если вам нужно разделять части программы длинными строками специальных символов, разработайте их иерархию. От самых плотных к самым прозрачным. И не рассчитывайте исключительно на звездочки. Так, звездочки можно применять для разделения классов, пунктирную линию для методов, а пустые строки для важных комментариев. Воздерживайтесь от размещения по соседству двух строк звездочек или пунктира. И вот пример хорошего форматирования с ограничениями. Этот совет о разграничении нескольких классов в файле относится только к случаям, когда ваш язык ограничивает число файлов, используемых в программе. Если вы пишете на C++, Java, Visual Basic или других языках, поддерживающих большое количество исходных файлов, помещайте в каждый файл по одному классу. Если только у вас нет уважительных причин сделать иначе. Например, объединить несколько небольших классов, составляющих единый шаблон. Один класс, однако, может содержать группы методов, и эти группы можно выделять с помощью технологий, которые были продемонстрированы ранее. Организация файлов и программ. Методики форматирования классов являются частным случаем более общего вопроса форматирования. Как организовать классы и методы внутри файла, и какие классы помещать в отдельный файл в первую очередь? Помещайте каждый класс в отдельный файл. Файл не просто место для хранения кода. Если ваш язык позволяет, файл должен содержать набор методов, имеющих одно общее назначение. Файл подчеркивает факт принадлежности этих методов к одному классу. Все методы внутри файла составляют класс. Под классом понимается как фактический класс программы, так и некоторая логическая сущность, являющаяся частью вашего проекта. Классы – это семантическая языковая концепция. Файлы – это физическая концепция операционной системы. Соответствие между классами и файлами случайно. И со временем оно продолжает ослабевать, поскольку все больше сред поддерживает помещение кода в базы данных или иными способами скрывают взаимосвязь методов, классов и файлов. Называйте файл в соответствии с именем класса. Большинство проектов поддерживает однозначное соответствие между названиями классов и именами файлов. Так, для класса Customer Account будут созданы файлы Customer Account CPP и Customer Account HPP. Четко разделяйте методы внутри файла. Отделяйте методы друг от друга с помощью хотя бы двух пустых строк. Пустые строки также эффективны, как и длинные ряды звездочек или пунктира, но их гораздо проще набирать и сопровождать. Две или три строки нужны для визуального различия между пустыми строками внутри метода и строками, разделяющими методы. Пустые строки набирать легче любых других сепараторов, а выглядят они не хуже. И этот пример, который вы видите на экране, содержит три пустых строки, и поэтому разделение между методами выглядит заметнее, чем пустые строки внутри каждого метода. Упорядочивайте методы по алфавиту. Альтернативой группировке взаимосвязанных функций может служить их размещение в алфавитном порядке. Если вы не можете разбить программу на классы, или ваш редактор не позволяет легко находить функции, алфавитный подход может ускорить поиск. Аккуратно упорядочивайте исходный файл на C++. Далее приведена типичная организация файла с исходным кодом на C++. Первое. Комментарий с описанием файла. Второе. Файлы, включаемые директивой include. Третье. Определение констант, относящиеся к нескольким классам. Если файл содержит несколько классов. Четвертое. Перечисления, относящиеся к нескольким классам. Пятое. Определение макросов. Шестое. Определение типов, относящиеся к нескольким классам. Седьмое. Импортируемые глобальные переменные и функции. Восьмое. Экспортируемые глобальные переменные и функции. 9. Переменные и функции, видимые только в этом файле. 10. Классы вместе с определениями констант, перечислений и типов, относящимися к конкретному классу. Итак, контрольный список вопросов. Как всегда, мы дошли до конца главы. И как всегда в конце контрольный список вопросов. Итак, общие вопросы. Применяется ли форматирование в основном для логического структурирования кода? Может ли схема форматирования применяться единообразно? Позволяет ли форматирование получить код, который легко сопровождать? Улучшает ли схема форматирования читаемость кода? Контрольный список вопросов по управляющим структурам. Содержит ли код двойные отступы в парах begin-end или фигурные открывающиеся и фигурно-закрывающиеся скобки? Ну, точнее, фигурные скобки я как-то неправильно назвал. Определяются ли последовательные блоки друг от друга пустыми строками? Форматируются ли сложные выражения с учетом удобочитаемости? Форматируются ли блоки из одного оператора единообразно? Согласуется ли стиль форматирования операторов кейз с форматированием других управляющих структур? Отформатированы ли операторы goTo так, что их применение очевидно? Отдельные операторы Применяются ли пробелы для повышения удобочитаемости логических выражений, обращений к массивам и аргументов методов? Выглядит ли конец строки с незавершенным оператором, очевидно, некорректным. Сделан ли при переносе строк отступ стандартного размера? Не содержит ли каждая строка более одного оператора? Не содержит ли операторы побочных эффектов? Не содержит ли каждая строка более одного определения данных? Комментарии Сделаны ли в комментариях отступы такого же размера, как и в коде, который они комментируют? Легко ли сопровождать принятый стиль комментариев? Методы Отформатированы ли аргументы всех методов так, что каждый из них легко читать, исправлять и комментировать? Используются ли пустые строки для разделения составных частей метода? Классы, файлы и программы Существует ли однозначное соответствие между классами и файлами для большинства классов и файлов? Если файл содержит несколько классов, сгруппированы ли методы каждого класса вместе? И можно ли четко выделить каждый класс? Разделяются ли методы в файле пустыми строками? Вместо более строгого организационного принципа не стоит ли упорядочить все методы по алфавиту? Ну и завершается глава ключевыми моментами и также какие ключевые моменты? Главная цель визуального форматирования – это подчеркивание логической структуры кода. В критерии оценки достижения этой цели входит аккуратность, единообразие, удобство чтения и сопровождение кода. Критерий хорошего внешнего вида имеет вторичное, далеко не основное значение. Однако, если другие критерии соблюдены, а лежащий в основе код написан хорошо, то форматирование будет выглядеть привлекательно. Visual Basic поддерживает явные блоки, а стандартное соглашение в Java предписывает их использование. Поэтому, программируя на этих языках, вы можете применять явные блоки. В C++ хорошо смотрится эмуляция явных блоков или обозначение границ блоков с помощью пар фигурных скобок. Структурирование кода само по себе имеет большое значение. Конкретные соглашения менее важны, чем сам факт, что вы последовательно применяете определенные соглашения. Договоренности по форматированию, соблюдаемые лишь от случая к случаю, могут сильно ухудшить читаемость кода. Многие аспекты форматирования сродни религиозным вопросам. Пытайтесь разделять объективные и субъективные предпочтения. Используйте явные критерии для обоснования вашей точки зрения при обсуждении стилевых предпочтений. Ну и на сегодня все. Глава 31 закончилась. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok